Да ладно! Что у неё с губами? Что у неё с глазами? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и сегодня мы будем экспериментировать! Кухня красоты! Да, что-то, знаете, я как начинаю экспериментировать, порой думаю, нахрен я вообще красилась, лучше вообще не краситься. Началось всё с глаз, я перепутала. Сейчас давайте я сначала вам расскажу, о чём будет сегодня видео. Мы сегодня будем тестировать с вами вот такую красочку для временного окрашивания. Вы знаете, я давно уже ищу себе всякие временные штуки. То у меня были туши, помните? Вот это такая вот краска Hair Coloring Material с Алиэкспресс. Выглядит она вот так. Сразу задрагу вас, а потом расскажу историю моего макияжа сегодняшнего. Выглядит она вот так. Вот такая она серебристая прям. Она, как я понимаю, то ли восковая, то ли что. Ей можно делать как пряди. У них есть тоже разные цвета. Небогатый, конечно, color у них, но разные цвета. Colors. Разные цвета. Красные, там, жёлтые, что-то такое есть. Прикольное можно делать. Для вот парней прикольно особенно, знаете. Ну и девушкам. Мы сегодня будем с вами экспериментировать. Я вот под серые волосы решила, да, только избавилась от серых волос, говорю, тёпленький мне. И тут... Сейчас всё расскажу. На самом деле это история. Значит, первая история моего макияжа. Я хотела серенькие глазки. В итоге я перепутала в темноте пигмент и сделала их зелёный. Вот здесь у неё у меня зелёный пигмент. Потом я решила, думаю, да добавлю туда, сверху немножко растушую голубенького. Пусть оттеночек будет. Получилось вообще чёрти что. Тут ещё, знаете, свет, он съедает много. Я вот так как бы... В целом ничего так даже. Губы только, да, они как бы берут своё. Потом думаю, да, я как стрелочки доведу. Чё-то довела. Не знаю, разные они или не разные. Как-то у меня свет падает, что у меня вроде больше накрашивает, вроде меньше. А ну-ка, не пойму. Ну, а потом думаю, ну ладно, раз уж я буду вся такая вот серебристая, давайте губы сделаю серебристыми. Ну, серебристого у меня не было. Тоже там, думала, серебристый получился голубой карандаш. В общем, сверху какая-то тоже должна была быть серебристо-голубая блеска. А в итоге не получилось. Короче, вот и на я. Доработала всё это какими-то нелепыми уже аксессуарами сюда и майки. Мои любимые майка на майку. В общем, будет видео, если зубы, кажется, желтее, да? Нет? С этой помадой. Знаете, голубой желтит зубы, если что, если вдруг захотите синий-голубую помаду. Мой малыш спит. У нас с вами осталось ровно 25 минут быстро всё это поэкспериментировать. Заказала вообще вот эту вот краску на Алиэкспресс и хотела, честно говоря, заказать красную. И заказала красную. Вот для тех, кто боится заказывать что-то на Алиэкспресс, я расскажу. Я делаю частичный возврат. То есть мне пришла краска, вместо красной пришла серебристая. Когда у меня были серые волосы. Зачем мне на серые волосы красить серым, да? Непонятно. Я хотела красную, сразу такая, раз, вас там шокировать. Вы такие сразу, опа, опа, на кухне красоты. Какие-то дела творятся ужасные. Сильно у красной красится. Но нет, мне пришло вместо красного серые. Я думаю, что за фигня вообще, нормально я платила. Должны вернуть, по идее, деньги. Но я-то за свои деньги не буду ничего отправлять, правильно? Ну и там, короче, есть одна система такая, что... Если полностью возврат денег брать, да? То они... То нужно отсылать им обратно товар и так далее. А если делать частичный возврат, то вы там максимум потеряете, там, какие-то копеечки, да? Ну, в принципе, основную сумму вам вернут. Вот я прислала им фотографию. Говорю, нихрена себе. Цвет пришел другой. Что за дела? Хочу вернуть деньги. Вот стоит эта краска 248 рублей. Я запросила 240 рублей. Округлила. Буквально через 2 дня мне вернули деньги. Так что эта краска нам досталась за 8 рублей. И сейчас мы будем экспериментировать. Смотрите, я думаю, что эксперимент очень прост, потому что эта краска, ее не нужно наносить, там, ждать и так далее. Она просто красится. Сразу красится, легко смывается потом с волос. То есть это типа как мелок, типа как тушь и типа как спрей и многое другое. В общем, временный такой эффект. Выглядит, я уже показывала, она вот такая вот серая, такая она маслянистая. Пахнет приятно. Сын опроснулся. Здорово. Почем. 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 Кто же привет? Ты маму не напугался синими губами и всех интересует? Нет? Что я тут это делаю, я скажу маму? Ну, 25 минут не доспал. Видимо, я громко разговаривала и все пыталась потише. Как-то знаю, мы будем сейчас экспериментировать с краской. Пахнет она, знаете как? Она пахнет мужским дезодорантом. Очень приятно, но мужской такой запах. И нам понадобится расчесочка вот такая синенькая и зеркальце. Я попробую сейчас, думаю, этой всей штуки мне, естественно, не хватит на мои волосы все. Поэтому я хочу сделать передние пряди. Вот. И я хочу посмотреть, как оно будет сохнуть вообще, да. Потому что я смотрела обзоры разные. Где-то оно там мокрое, где-то оно высушенное хорошо. Я думаю, что по чуть-чуть нужно добавлять. И у нас все получится. Так, пойду малому включу мультики и вернусь. Ну, крошки картошки мои, поехали. Я беру вот так вот прядку. Я... сам эксперимент заключается в том... Эксперимент заключается в том, что я хочу понять, реально ли стоит, вот, например, у кого-то коротенькие волосы, да. Или, может быть, прядки. Реально ли стоит вот такую штуку приобретать, чтобы окрасить свои волосы в какие-то красивые цвета. Ну, все. Я беру вот так вот рукой. Так. Оно у нас, как знаете, как... Чуть плотнее крема. Вот так. Красивый цвет такой. Чуть плотнее крема. Ну, давайте начнем. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Запах классный. Знаете, еще на что похоже? Блин. Не, я такими средствами не пользовалась, укладочными. Вот сейчас как пенка. Ну-ка, расчешем. Расчешем. Приобретает что-то интересное цвет какой-то. Вот много его надо просто. И вот к тому, что... Конечно, только прядки я смогу нарисовать. Не буду до конца доводить, для того, чтобы мы прям посмотрели разницу, да, до и после. На видео я вижу, что видно этот красивый цвет, серебристый. А вот в жизни еще не пойму, не до конца пойму, что тут к чему. Давайте расчешем. Я думаю, что я хорошо промазала. Так, расчесываться идет туго, но идет. Расчесали. Расчесали, до конца еще промажем какие-то моментики, которые здесь остались. И возьмем фен, для того, чтобы высушить этот кусочек. Я вот вижу красивый цвет, вам кто-то, да? Но надо высушить, чтобы до конца поглядеть, что же получается. Вот такие вот у меня серебристые ручки. Но оно все смывается, это не страшно. Перламутровый оттенок. Красиво. Так, сейчас вымою ручку и возьму фен. Так, сушим нашу серебристую прядь. Красивый цвет, конечно. Долго ли, коротко ли сушила я эту прядь. И, в общем-то, она все равно как-то не высушивается. Знаете, она все равно какая-то, знаете, как будто ее намазали чем-то. И вот она такая, блин, не могу сказать, вот с чем сравнить. Вот как будто переборщили, может, какого-то геля или какого-то укладочного средства. И вот оно, вот оно, вот оно вообще. То есть волосы, они не шелковистые какие-то, разбросанные такие, да? Они вот какие-то вот такие вот. Вот здесь немножко подсохло. Может быть, здесь было чуть-чуть поменьше. Но я объясню вам. На видео я видела, да? О, красиво, кстати. На видео у девочек в обзоре я видела, что они накладывали очень много этого средства, да? Но так как оно воск, все равно будет же такой вот эффект. И кто много накладывал, у того оно не сушилось, они вообще как пакли висели, вот такие вот, да, мокрые. А кто немного накладывал, у того вот более-менее, как вот здесь вот вроде бы смотрится, да? Но по ощущениям волосы как будто вот грязные, как будто на них очень много лака, много всяких укладочных средств. В целом смотрится неплохо, да? Красивый цвет. Вот чтобы сравнить, вот она прядка у меня рядышком другая. Давайте побольше возьму. Чтобы сравнить, как было, как стало. Да? Вот. Ну, результат налицо. Вот. И это прикольно делать, знаете, вот в Доме-2 недавно были там ребята, ушли вот эти вот, ребята одни ушли, они там были все в серебряном. И у девочки, как зовут, не помню, когда надо, я ничего не помню. У нее был завязан хвост, у нее было все, сделал макияж в серебре и так далее. И вот здесь у нее прям вот серебро было. Я думаю, что это вот очень классно делать какие-то такие фотосессии или еще что-то. Прям вот так вот сделала, например, хвост, да? И весь хвост, и вот все вот здесь сделать вот этими прядями такими. Ну, что, я вот так похожу, с прядью впереди. Ничего страшного. Такая, знаете, леди зима. Прикольно смотрится даже, да? Ну, короче, поэкспериментировали. Я даже, может быть, рада, что пришло мне не красное, а серебристовое такое, потому что реально можно делать красивые образы вместе с ним. Еще мне кажется, что очень классно он для, например, хайлайтера может быть. Смотрите. Просто пока я размазывала по волосам, он очень классно остался на вот этих халатрах. На руках. Мне так понравилось. Ладно, это я прикалываюсь, конечно, но на самом деле нет. На самом деле не прикалываюсь. Короче, можно сделать еще, знаете, фотосессию, зафигачить все вот так вот серебром. Оно реально будет вот такое серебро красивое. И тоже красивую фотосессию сделать. Я вот как-нибудь сделаю. Во всяком случае, мне такие приколюхи нужны, потому что я очень люблю фоткаться и что-то новенькое. Все, ссылочку на эту вот красочку я оставлю. Посмотрите, какие цвета, если вы тоже любите фоткаться, и вам для чего-то нужно временное окрашивание. То есть оно все смоется после первого же митья головы, оно все смоется. Вот, если вам такое нужно, проходите по ссылке и находите, и пользуйтесь моими советами, которые могут вернуть ваши денежки. Если вдруг что-то не так. Ну все, надеюсь, мое видео было полезным. Я знаю, что вы очень любите кухню красоты, очень ее ждете. Скоро я буду красить свои корни. Опять меня потянуло в какие-то, думаю, может быть, оттенки. В общем, на днях пойду за краской и буду думать, как покрасить свои корни. Вот. Так что кухня красоты будет. Еще, может быть, что-нибудь попрекалываюсь на кухне красоты. Всегда какие-то прядики хочется сделать, но только чтобы было временно, не на постоянку. Короче, буду думать. Ждите. Вот. А вот такая красочка, прям вот я вижу в зеркале, да, серый. Прям холодный отлив. Вот для коротких волос может даже и классно. Какие-то прически делать. Короче, супер, мне понравилась тема. Единственное, что классно было бы, чтобы она была такая, более чистые волосы казали. Все, пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто первый раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok